Херметизация кисточкой. Надо только иметь продукт и кисточку. 12 или 10. Отличаются только цветом? Нет. Надо иметь кисточки. Кисточки в трех размерах. Ну и все. Этот продукт делается твердым, когда испаряется растворитель. Можно этот продукт вложить на стол. Ничто не будет коррозии. Разные продукты. Этот продукт старший, этот молодший. Этот продукт имеет ясно-ширый цвет, цель 12 темный шар. Цель 10. Цель 10 имеют... блеск. Это единственное отличие. Здесь есть маленькое зерно. И когда мы вложим кисточкой, есть след кисточки и маленькое зерно. Здесь нет этого зерно. Потому что здесь блеск, а здесь такая разница. По фактуре. Разница во время сушки. Цель 10 быстро закрывается. разница. И трудно выходит из него растворитель. Цель 12. Долго открытый. Растворитель из него выходит свободно и быстро. Здесь 1,5 часа. Здесь 1,5 часа. Здесь 3 часа. Здесь 3 часа. 10. По продаже. 10. Раньше это было 100%. Но не было. 12. Это было... 10 или 12 лет назад. Когда пришел этот... нам вышло так. Долго можно работать. Лучше. Быстро всыхает. Лучше. Ну то продаем это. Это быстро. 19. Лучше. Да? Хорошо. Третий. Вот так хорошо. Да. Скрипела так. Скрипела. В годы. В... 40%. 1. Всяль. Такое, пока, да. Поехали. Уже делается. Конец работы. 12. Здесь можно долго работать. Поехали. Поехали. Так выглядит. Здесь видно это зерно. Здесь этого зерна нет. Три часа, полторы часа. Три 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 часа. Тут несколько размеров, но по церней сигналы carvingsorosace, которые стоят по вырастению. Три часа. Три часа. Они имеют свои номеры, разные там, нет связи между этими продуктами. Палиуретан делается твердый, я слышал, когда он до этого, чтобы был сухой, ему нужен катализатор. Этим катализатором есть вода из воздуха, он выбирает воздух, там делается химическая реакция и делается отвердый. Вода идет в целый объем, потому что не можно этого продукта вложить на сталь, потому что если мы вложим на сталь, то здесь придет коррозия. Продукт надо перекрасить, если не перекрашенный и придет солнце, изменяется чуть-чуть цвет, например белый делается легко желтый. Палиуретан стандартно не имеет блоков перед UV, под солнцем. Перекрас три часа. Палиуретан стандартный клей, это тоже однокомпонентный палиуретан. Не такой сам, но тоже палиуретан. Чтобы клей был клеем до стекла, важно чтобы у него были атесты сделаны на его возможность держать стекла. Теперь стекло это элемент безопасности машины. Например, машина едет, стена, машина едет 50 км в час, бьет в стену, стекло склеет, открывается жарчик воздушный и 80 кг идет в этот жарчик. Жарчик идет на руло, жарчик идет на стекло и важно чтобы это стекло не ушло. Время, когда уже это стекло не уйдет, это так званый drive-away time. Время, в которое можно уехать машиной. Стандартный наш клей это 6 часов. GTX это 3 часа для машины с воздушными ящиками. Аэрбегом. Аэрбегом, да. Завод, который делает нам, делает еще очень быстрый, 45 минут. Но мы не хотим этого клея, потому что клей, когда делается твердо, в нем делается... Надо, чтобы все силы, которые там... Равномерно были, да, иначе он потянет. Чтобы сумма этих сил была 0. Если большое стекло, вот такое, как у меня в Мондео, было положено на клей за 5 минут, но могло бы быть так, что некоторые силы там не были бы 0. Стекло могло бы... Так там на них написано, для форточек. Для маленького стекла нет проблем. Но мы тоже не хотим иметь проблем, потому что мы не имеем так быстро стекла. Так быстро стекла. Пример. Пример делает 100% блок для UV. И есть в нем акцелератур, который делает то, что он равномерно обсыхает. Если мы посмотрим на стекло и клей, это такая жама, где здесь маленькая поверхность, здесь маленькая поверхность, большая поверхность идет до стекла и большая поверхность идет до металла. Очень трудная вада из воздуха там, чтобы входит. Чуть-чуть ей там входит, но акцелерация идет до зета, чтобы это было равномерно. Все. Мы можем иметь полимер. Полимер это продукт очень популярный. Полимер может иметь много цветов. Полиуретан, только некоторые цветы. Полимер быстро готов для крошения. Здесь полчаса свободно можно перекрасить. Он тоже делается твердый, как выбирает воду из воздуха. Только он выбирает очень маленькую воду. Но на метал тоже нельзя. Для меня нельзя. Для многих можно. Но это так. Если я положу полиуретан на метал, 100% будет коррозия. Это антикоррозия? Ну, нет. Стандартно все эти массы идут на машину, когда подготовлены под уложение краски. Ну, то там уже есть грунт, грунтонаполнитель. Есть все, мы уложим. Этот полимер, МС, это полимер сделанный до напыла. И для напыла уже надо иметь оборудование. Специальное оборудование, чтобы можно сделать напыло этими продуктами. Ну, можно им тоже положить валик на двериах, на капоте. Оборудование, типа краскопел с иглой. А это можно сказать, что это тоже краскопел, только не имеет иглы. В нем по-другому работа. Когда покупаешь этот краскопел, получаешься. Краскопел, блокады, Детали для работы с сашетками, с колбасками. Это идет до поршня, так чтобы по стенах летало. А это делает блокады здесь. Находится там две. Одна. Другая. А третья. Две воздушные джозы. Одна джоза для массы. Вот. В наборе есть. Как работает? Не будем работать с каубасами, не нужно нам. Две диоды, стандартная и большая. Маленькая джиурочка, большая джиурочка. А эта джиурочка работает с большим объемом массы. Если рыхтовчик сделал уже все, что мог, а там еще надо положить много массы, так чтобы никто не дошел, чего там не сделано, то это джиурочка. Наш рыхтовчик хорошо работает. И это до стандартной работы. Это до работы с бабушками. Внутри есть поршень. Это телескопический поршень, который имеет три сегменты. Потому что он как... А надо чтобы был здесь. И такие три сегменты вынимаются из себя. Это и не имеет. Нет. Это и воздух идет. Все просто. А чем отличаются по цветам? Есть охра, есть белый, есть черный. Они чем-то отличаются между собой? По теории нет. Но все пигменты черные, если идут до грунтов, до масс, там идут стабилизаторы и чуть-чуть изменяются. Например, время сушки есть. Для черных. И грунтонаполнитель и краска черная тоже чуть-чуть. Здесь тоже чуть-чуть. Дальше. Воздух входит здесь. Здесь регуляция воздуха для поршня. Воздуха быстрее. Здесь регулятор воздуха, который работает на пыл. Как делать регуляции, как работать. Первый шаг. 0 и 0. Воздух. Надо проверить, поршень работает нормально. Мы сделаем это здесь. Нажимаю. И воздух. Работает. Потом надо чистить этот носик. Нажимаю. Воздух. Чистый. Если здесь есть, можно добавить... Если здесь есть, можно добавить... Воздух. То, что слышишь... Здесь тоже есть включатель. Он смотрит, как давление воздуха здесь, в поршне и здесь. Если в поршне меньше, чем здесь. Это ситуация, когда я опускаю. Он выбросает воздух с себя и масса делает стоп. Это деза. Взрезана здесь. Это самодельная уже. Так. Это наши помыслы. Начало сложное. И это самой трудной. Воздух. Да. Воздух. И у меня в фунер. Можешь наш литерку в картах. Ай. Ай. Не думаю, что я тут внуют. Очень малинка. массы и чуть-чуть воздуха. Красиво. Мы не делаем на пыль воздух, немного нам попыха. О, прижал, прижал, да? Да. Вот он, да. Секрет, а? Красивого шва. Это наше фрегум. Блв. Это старая Блв-багажник. Швы-багажника, дверей. Принтер между кабином и водором. Всё, закончился. Закончилось. Вот это просто. Именно, именно, надо. надо вот я у черного лучше растекаемых ему этого этот паутинку дает ну такого не сделать регуляция именно вот прошу очень важно паутиночка красивых как получается что там закручивает вот так вот это и системы и этой системы как мы посмотрим он вынимает юбики юбика так пол нить и это не крутится здесь когда мы видим этом не накрутится красиво но бесполезно я никогда об этом просто не задумывался тут ее покрутить то есть у нее уже не будет такой широкий только обмен здесь а 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 объемчик а 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 можно и делать пороги полегче как бы ну как бы да хорошо ты эта паутинка она мешает от этой мукроскопы и там-то делают это это выглядит но вот этот сожалению этот не делает нож да сам режет но не до конца широкость но надо посмотреть на машину если мы работаем 50 это докладно если мы работаем продуктами до на пылу так как у нас полимера чуть-чуть уже меньше он нам что так сейчас лучше покажу очень интересно ты перестанешь их покупать носики потом надо посмотреть как далеко далеко от краю двери или капоту лежит мне вышло что наш валик лежит о тюле от края этапа металла этапа не выбросить будет нам нужно это тюбик тенка стена надо строжна так чтобы не прокрутить я думаю что достаточно да надо ложь там вниз это можно сделать другим тюбиком и то закрывают эту часть здесь 0-0 стандартных надо когда мы делаем это уже думать как здесь мы можем это крутится это будет а пока porsche не надо воздух а стартую а так и и и и и и и и и Не нажимай, не нажимай, важно как все делаешь с этого, тут, не тут, как будет большой детал, но надо там, не нажимай, быстро не нажимай, если будешь нажимать это, уйдет. Не нажимай, не нажимай, не нажимай, не нажимай, не нажимай, быстро, не думай, быстро, быстро, сколько здесь было, 70 см, а у тебя уже рог не было. Плохо стану, если ты сделаешь так, это приходит на руки и на массы, и видно, что плохо стал. Давай еще, двумя руками держи, всего 5 евро, не нажимай, держи двумя руками. Не нажимай, быстро, не нажимай, быстро, конечно, 7 евро, важно, так, если он ни разу этого не делал, но все равно, держишь, держишь. А снизу держи, да? Надо, чтобы весь был мало. Легко. Легко. Продукт который возникал у нас четыре месяца тому назад, первый был черный, а потом пришел плодок для колоризования. Это структуральная полиуретановая крыловая краска, двухкомпонентная, здесь картер для этих продуктов. Опаковка один литр, но внутри нет одного литра продукта. Она сделана так, чтобы была простая для малара. Раньше эти продукты были в больших опаковках, 20-30 литров. Это для малара не было просто. Это для заводского красения. Если вошли в стандартные опаковки, такие как малары, нет проблем, чтобы это продавать. Это мешанка полиуретановая крыловая, двухкомпонентная. Это картер, который работает с этим и с этим. Один картер для двух продуктов. Внутри этой однолитровой опаковки есть 600 миллилитров продукта. Измешание с картером три к одному. 600 и 200 идет до этой банки. Можно добавить чуть-чуть растворителя. Простой пульвер, который имеет регуляцию, сколько продуктов идет здесь. И продукт пульвер однократного паузования, где торже есть регуляция. Это торже регулятор. Ручка без этой части. Это продовочный пистолет. Включение пистолетов до барашка, ОБС, битумных продуктов. Ну все можно. Можно тоже этот продукт. Если там доедет до этого продукта растворитель, мы можем взять китайский продукт за 100 зл. и положить маленький фактор. Факторы мы имеем здесь. Факторы имеем здесь. Разные. Это с пульвера. Это барашек. А здесь описано, как они были сделаны. Посмотрите. Вот это полистай, это тренироваться надо. Вот, вот за вот это я делаю. Да, на бамперок, потому что я увольнул. Этой красной, это тинт. Которым красная. А, это разные варианты. Полиуриталь. Полиуретан. Это... Колорировая. Это продукт для подкрашения. Стандартное красение. Акрыловая краска. Акрыловая или... Акрыловая краска. Двухкомпонентная? Да. Так, так. Акрыловая краска. Это продукт акрылово-полиуретановый. Важно, чтобы если ты добавишь 100 мл, чтобы это 100 мл, сделало тоже реакцию с хардоватом. С хардоватом. Безпечнее, мощнее. Можно добавлять pigmentа. Например, если у тебя есть мешалка, где есть биндер и pigment, и ты так делаешь, то это можно добавить. И меньше, чем это. Вот там концентрация большая. Здесь есть база. Вот. Затвердел, да? Здесь есть база. Это однокомпонентная... А, крышка может добавить? Акрыловая базовая краска обычная. Можно. Но если мы добавим 100 мл базовой краски, которые не делают реакции химической с отвердителем, но будет лежаво. Атхезия будет. Но это будет 95% крепости. Я понял. Мы взяли серебряный цвет. То есть можно добавлять краску акриловую, да? Стандартная акриловая краска для компания. Сюда же. Любовый цвет. Любовый цвет. Любовый цвет. Любовый цвет. И без проблем. Отвердитель идет вот этот же базовый. Вот этот. Так. Сколько процентов? На 600. 200. 100. На такой упаковке, как делаешь. Здесь было 100 мл. Первый шаг. Надо измешать продукт. Потом надо добавить. Отвердитель. Отвердитель. Уменьшить объем 200 мл. И смешать. На белом цвете видно, как вложится зло. Уменьшить объем. 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 Два слоя, под паровка, полчаса, полчаса, в яжду слоями. В поверхности, где большая компликация. Просила. Покажем регуляцию над дымом. Продолжение следует. Продолжение следует. Очень удобно, что одноразовое. Посмотрим на самый интересный для меня продукт. Мне он интересен, в принципе, для нанесения мавили, воска. Теперь у меня вопрос. Как сюда, вовнутрь попадает воздух? Надо отверстие делать? Покажи. Я просто не... Не, моя проблема. Его можно использовать как собственный стакан, так и под банки. Ага, я понял. Досмотрел тебе перец. Да, да, да. Специальные вырезы, которые по резьбе. Все. Все. Очень нужный инструмент. Потому что качественно распылить воск, именно распылить, не просто наплевать, а чтобы его раздуло там. Без давления не сделать. Когда воздух есть здесь, одна и вторая. Он попадает во внутрь. Давление воздуха с этой стороны банки. Это? Одинаково. Так я сама. То это не... По какому-то... Если бы была одна из страны, разорвало. Ну да. Что делать? Да. На кровать, конечно. Потому что сюда дается давление, и туда дается давление. Хорошая такая трубяшечка. Полтора метра, да? По факту хватает, чтобы долезть в самый какой-то длинный воздух. Кому помазать? На. Стоп. Во. Теперь идет сам воск. Это плохо. Нужен воздух. Нужен воздух здесь. Будет шатмикс. Во. В любые. Это только на регулировке. Смотрите, как в шлангу идет паренчик воздуха и смешаем с воском.